Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Мы продолжаем наш замечательный курс. И сегодня мы разбираем недельную главу под названием Мишпатим. И если успеем, то песенку к ближайшему празднику, Пулему, который будет через менее чем две недели, песенка Шушанат Яков. К прошлому занятию я вам послал файл со словами и ссылками на исполнение. В этот раз я просто обнаружил, что слова там не полностью нашел, где они целиком, и немножечко я файл доработал. Так что лучше посмотрите то, что я послал сегодня. Год назад в недельной главе Мишпатим мы разобрали два первых параграфа, 21 и 22. Ну, что значит разобрали? Посмотрели их немножко. Сегодня мы рассмотрим параграф 23. Минуточку. И я... Так, я ставлю вам... Так, опять что-то не работает. Почему? Почему я... Так, так, смотрим текст. И начинаем читать. Значит, книга Шмот, параграф 23. Итак, ну, как и в других параграфах этой недельной главы, здесь идет, на первый взгляд, бессистемное изложение законов. И тема постоянно меняется. То есть, от одной темы мы переходим к другой. Поэтому на данном этапе не пытайтесь понять преемственность, как из одной темы вытекает другая. И, понятное дело, я не объясняю законы, а только говорю вам, что означает текст, как прочитать те или иные слова и как их понять. Итак, ло-ти-са-ше-ма-шав. Что такое ло-ти-са? Мы говорили, что этот глагол означает буквально «не поднимай». Шэ-ма от слова шомеа, то есть слух. А что такое шав? Слово шав, может быть, кто-то вспомнит, где мы его встречаем? Мы встречаем его в десяти захватных речениях. Точно, да. Четвертое речение, да. Это попусту имя Всевышнего, в суе попусту не упоминаю. Вот именно так, да. И там тоже вот это вот слово, да. То есть, ну а что это означает там? Мы сейчас не этим занимаемся, да. Слово шав переводится как «понапрасну», «пусто» и «без дела». Есть интересный комментарий, что в четвертом речении слово шав означает две вещи, потому что оно используется там два раза и каждый раз подчеркивает торгом что-то новое. Здесь имеется в виду «не распространяй сплетни слухов пустых, напрасных». «Аль-та-шетт», что такое «та-шетт», давайте посмотрим в словаре. В данном случае не протяни руки своей преступнику. То есть, не будь ему другом. Не поддерживай, не покрывай его. Яд-ха рука твоя, им-ра-ша с злодеем. Так, то есть, не иди с ним рука об руку. Аль-та-шетт, а вот «аль-та-шетт», что это за слово «аль-та-шетт»? Понимаете, что вот я попытался привести его к чему-то и не нашел, не нашел чего-то, кроме как выражения «шат-ли-бо». То есть, обратите внимание. Да, это правильно, да. Вот. Вот «та-шетт» интересно. Слово «та-шетт», инфраструктура, это отсюда, нет? Не исключено. Вот я думал про «та-шетт», и еще какая-то мысль меня обикнула. А, сейчас я вам скажу точно. Слово «шти». Что такое «шти»? Это основа тканей. Да-да-да-да-да. Да-да, похоже, что это с этим все связано, да. Вот, вот. Это была моя идея, но... Не смог я найти ни подтверждения, ни опровержения. Так что только на свою ответственность я вам могу это дать. Что такое основа тканей представлять себе? Я объясню. На ткацком станке на раме протянуты нити параллельные. Это так называемая основа. А челнок проходит между ними, вот, и образует перпендикулярные нити. Так что получается вот такое притягивание ткани. Это называется по-русски уток. Есть выражение «шти», «вэ», «как?» Да, вот я все равно забываю. Это в типографии это было. Я могу посмотреть «шэте», «шти» что-то. Это типа перекресток. Но вот когда... Что-то типа крест-накрест, да. Крест-накрест, да, бедеил. То есть основа и уток. Ну, поскольку они перпендикулярны. Да. Вот такая вот у меня мысль была по поводу этого слова. Не сплетайся, не сплетай свои руки со злодеем. Да, наверное, так. Да, вполне. Так. Так. И дальше... Конкретизируется. Что это? Шти-ва-эрэф. Не слышу? Шти-ва-эрэф. Шти-ва-эрэф, точно. Шти-ва-эрэф – это вот переплет. Да, основа и уток по-русски получается, да. Ли-йот-эд-хамас. Чтобы быть... Что такое эд? Это свидетель. А что такое хамас? Ну, это слово, наверное, у всех на слуху, да. Оно действительно очень точно переводится. Разбой. Чтобы не быть свидетелем разбоя. Да. Ну, я думаю, не стоит там углубляться, что это значит. Каждый поймет, о чем примерно идет речь. Дальше. Ла-ти-вье-ахарей-рабим. Не будь после многих, после большинства. Ла-ро-а. Тот же самый корень. Ра. Да. Что значит грех, злоба. Кто такой ро-э? Не ро-э, извините. А ра. Кто такой ра? Плохо, да? Вот. То есть, не иди за большинством на плохое, на зло. Вело та-ане аль-рив. Что такое та-ане от слова о-не отвечать? Рив – это ссора, спора, спор. Так? Если к тебе пришли рассудить ссору, если тебя просят выступить судьей, это другое дело. Но если ты видишь людей, спорящих, да, ты не должен вмешаться в их спор, чтобы высказать свое мнение, а может быть, оно необоснованно, может быть, оно неправильно. Дальше. Ли-н-тот-ахарей-рабим-ла-а-тот. Ну, давайте посмотрим словарь. Так. Ли-н-тот от слова на-та, да, это значит склоняться к чему-то, так? На-та – это один – извращать правосудие, искривлять его. Вот. И очень похоже слово ги-та – поворачивать, наклонять, да? Но мы видим, что здесь, очевидно, тот же самый корень. Почему? Нун первое выпадает, вот, а эй первое тоже выпадает. Так что вполне возможно, что они взаимозаменяются. Есть выражение ги-та-озен, то есть буквально как бы склонить ухо, прислушиваться. Так? Итак, что у нас получилось? Не отвечай на спору, на ссору, чтобы склонить за большинством, да, для склонения. Так. Дальше идет вот такое интересное заявление. Ве-даль-ло-техедар. Даль – это одно из слов, означающих бедность, да? То есть бедный и несчастный человек – лоб-техедар. Что такое негедар? Это великолепный. А тегедар – это буквально поддерживать. Бе-риво в споре его. Как же так? Мы ожидали, что нам будет сказано – не поддерживай богатого, поскольку сила в его руках. Но здесь имеется в виду, что не рассуждай, если от тебя это зависит, если ты, допустим, судья. Так что, да, я, конечно, понимаю, что этот человек неправ, но давайте потакать ему, поскольку он беден. Давайте все-таки склоним суд в его пользу. Так делать тоже не следует. Суд должен быть абсолютно справедлив и беспристрастен. Пристрастия могут быть не только к богатому, но и к бедному. Дальше. Ти-ки-тифга-шор – что такое тифга? Ливго-апоге – это, значит, будет поврежден, да, получит что-то там такое, увечья. Шор-ой-веха – что такое оев? Оев – это враг. И как, то есть, как говорится, о шор-быке врага твоего, о хамуро или осел его, а, так, 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 ки-тифга, не, не, прошу прощения, тифга, если наткнешься, если встретишь быка или осла твоего, заметь, врага, то-э, вот это вот слово, то-э через там и аин, означает заблудившийся, блуждающий. Ки-ам-то-э-лэ-вав-эм – мы читаем Каббалат-Шаббат, ибо это народ, блуждающий сердцем, да. Что же в этом случае следует сделать? Га-шев-те-шевей-ну – ле-га-шив – это вернуть. То есть, обязательно ты должен вернуть ло – ему, то есть своему врагу. Не должен ты злорадствовать и даже оставаться безучастным, да, ты не прилагаешь никаких усилий к тому, чтобы твоему врагу было плохо. Но, тем не менее, ты можешь сделать ему добро и не делаешь, и вот этого тоже делать не следует, а следует вернуть ему заблудившиеся бедные животные. Ки-ти-ре-хам-ор-со-на-аха – если увидишь осла, ненавистника твоего, то есть того, кто тебе ненависти, на которого ненавидишь ты, ровец-тахат-маса-о – ровец – это буквально пал, не может подняться. Под масса-о – под грузом его, под ноши его. Вэ-хад-дал-та – что такое ла-хад-доль? Это значит устраниться, да, сделать вид, что тебя нет. Переставать, прекращаться, бросать и так далее. Ух, я прошу прощения. Вообще, хад-аль – сильное слово в армии. В армии хад-аль, когда, например, на полигоне стреляют, и дается приказ прекратить огонь. Вот тогда командир кричит, хад-аль-эш, и это означает прекратить огонь. Поэтому хад-аль – это немедленное приказ. Да, спасибо. Так, ну, в данном случае, я думаю, самый подходящий перевод – это самоустранился. Мэ-азов-ло – от того, чтобы помочь ему, да. Азов-та-азов-имо – то есть ты обязательно должен помочь с ним. Обратите внимание, что слово «имо» означает не ему, а с ним. Отсюда, в частности, вводится такой важный закон, что если хозяин… Значит, я объясню ситуацию, поскольку большинству из нас сейчас она непонятна. Дело в том, что осел способен переносить груз значительно больше, чем под силу поднять человеку. Обычно этот груз раскладывается в два мешка, горловины которых завязываются, и они перекидываются через спину осла. Осел идет своей дорогой, да, иногда даже несколько ослов гонит один, как его называется, поводырь, да, сопровождающий. Так, и вот если осел упал под грузом, он не в состоянии сам подняться вместе с этим грузом. Следует снять этот груз с него, дальше осел поднимается сам или человек ему помогает, а дальше человек должен снова нагрузить осла вот этим грузом, который человек поднять не может. Поэтому тут очень важна помощь другого человека. Даже если он твой враг, ты должен поднять, ты должен помочь ему, но, внимание, ты должен помочь ему с ним. Даже если ты в состоянии сделать это в одиночку, но хозяин, который мог бы в этом поучаствовать, сидит и просто просит тебя, ссылаясь на заповедь, нагрузи или там разгрузи моего осла, да, ты имеешь право ему отказать. Если он это делает, да, ты обязан ему помочь. По этой причине, если человек старается выполнить работу, которую должен выполнить он сам, но не может, ты должен ему помочь, но если он даже не пытается ничего сделать, а свою ношу возлагает на тебя, ты можешь отказаться. Ну, вот немножко Аллахи я вам рассказал, хотя не это наша цель. Прошу прощения, а вот слово АЗОВ, это разве не оставлять кого-то? Не оставлять, да, конечно. А тут, получается, помогать. А, да, 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 мы помогаем. Ме, АЗОВ, ЛО, АЗОВ, ТАЗОВ и МО. Так, интересно. Анна, чтобы мне не отвлекаться, могли бы вы посмотреть перевод? Я вылез и смотрела только что, он честно пишет, оставлять, бросать, это точно. Я не знаю, вот у вас я вот пока не смотрела. Я знаю просто смысл, потому что я... Я тоже смотрела смысл, и меня тоже очень удивил перевод, что помоги, а вот там вроде бы АЗОВ никакой нет возможности это слово как-то понять иначе, кроме как оставить. Двойного значения там я не вижу. Ну, знаешь что, да, мне тоже, это очень странно, потому что по идее должно было написано АЗОР, ТАЗОР, ЛО, понимаешь? Да. Ну вот, с другой стороны, слово ИМО, ИМО, потому что если ЛО, АЗОР помогает, то это ЛО, ЕМО, как по-русски, понимаешь? А вот ИМО, ИМО, это странно. Вот АЗОВ, ИМО, вот это вот ИМО, по-видимому, мне кажется, это следствие того, что АЗОВ здесь, это, ну, как-то, не знаю, какой-то символический смысл. Оставь, оставь, не устраняться от НЕГО. Вот, по смыслу, можно сказать, не оставляй его, не устраняйся от НЕГО. Ну, помоги, ну, как-то, да, вот это, да, да. Ну, да, ну, вот там помогать, ну, вот помогать-то здесь нету, Израил, АЗОР тут нету. Мне, да, не прерывать изложение, посмотрите и перевод, и даже текст не скочен, а что тут скралась ошибка. Я здесь, честно говоря, первый раз обращаю на это внимание. Нет, нет, это так и написано. Нет, это так написано, и у меня тоже в тексте написано. Нет, АЗОВ, ИМО, это правильно, так и написано, это текст ТОР, АЗОВ, ИМО. Так, а перевод дается именно помоги, да? Ну, у меня вот написано именно что-то наподобие, сейчас посмотрю. Так. Так, это какая глава, подскажи? 23, 23, 23. 23? Так. А, мне написано, не оставляй его, развеючего вместе с ним, ну, вместе с хозяином, в смысле. Не оставляй его, написано в моем переводе. Но в ТОЗОВ, ИМО, получается, таки, да, оставляй. Да, странно. Ну, ладно, интересно, да, не обратил внимания вовремя. Ну, давайте двигаться дальше. ВАВ. ЛО ТАТЕ МИШПАТ ЭВЁНХА. ГИТА, это вот то же самое слово, что было у нас чуть пораньше. Не склоняй, не извращай. СУД. ТВОЕГО БЕДНЯКА. Что значит ТВОЕГО БЕДНЯКА, который зависит от ТВОЕГО РЕШЕНИЯ. БЕРИВО. Здесь слово, снова слово РИВ, то есть спор, судебное разбирательство. Так. МИДВАР ШЕКЕР ТИРХАК. От слова ЛЖИ отдались. ВЕ НАКИ. ВЕ ЦАДИК. АЛЬ ТАГАРОГ. И ОЧИЩЕННОГО ЧИСТОГО И ПРАВЕДНИКА НЕ УБИВАЙ. КИ ЛО АЦДИК РАША. ИБО НЕ... Я не оправдаю. Я не оправдаю. Я не оправдаю. Я не оправдаю, это говорит Всевышний, да? Грешник. ВЛАДЕЯ, да. ВЛАДЕЯ, да. ВЕ ШОХАД. Интересное слово, что это? ВЗЯТКА. ВЗЯТКА, да. ВЛАДЕЯ, да. АВЕР, это значит, ДЕЛАЕТ СЛЕПЫМ, да? В БЛАГОСЛОВЕНИИ ОДНОМ УТРЕННЕМ, ПОКЕЯХ И ВРИМ, ДАЮЩИЙ ЗВЕНИЕ СЛЕПЫМ. И вот здесь есть слово ПИКХИМ, ПОКЕЯХ, это И РАСКРЫВАТЬ ГЛАЗА. И что такое? ПИКУАХ. Мудрый, точнее, ХИТРЫЙ, МНОГОМУДРЫЙ. Вот, ОСЛЕПЛЯЕТ ТЕХ, КТО ВИДИТ, ВАЙИ САЛЕФ ДЬЕВРЕЙ ЦАДИКИМ. То есть, ИЗВРАЩАЮТ, сейчас я посмотрю, что нам дает словарь, ИЗВРАЩЕНИЕ СМЫСЛА, ФАЛСИФИКАЦИЯ. ИЗВРАЩЕНИЕ СЛОВА ПРАВЕДНИКОВ. ПАКАХ, на современном, как бы, ИВРИТЕ, ПАКАХ, это... МЕФАКЕЯХ. Что-что? Да? Это МЕФАКЕЯХ, да? Ну да, ПАКАХ, вот человек, который, как это по-русски, человек, который ходит, например, по улице и ставит на машины штрафы. Инспектор, надсмотрщик. Ну да. Наблюдатель. Да, ПАКАХ, это наблюдатель. Те, которые сейчас, например, дают штрафы тем магазинам или, как бы, этим офисам, которые... Ну, раньше, да. Да, ПАКАХи наблюдали за неправильной стоянкой, а теперь за масками больше. Вот мне кажется, что есть ПАКАХим, это да, потому что ПИКЕХ, это действительно человек, который более чем внимательный. ПИКЕХ, это означает, ну, как бы, человек, который, типа, он стоит на страже, который очень внимательно, как бы, блюдет и смотрит. Поэтому то, что его ослепляют, это не просто человек, а который даже, наоборот, очень внимательно смотрит. Но, тем не менее, когда ему дают ШОХа, то он перестает быть МАФУКАХ, то, что называется. Да, да, да. Он не объективен, да? Это имеется в виду. Он теряет свою бдительность. Он теряет свою бдительность. То есть, в ПАКАХ, которые стали взят, он на твою машину не обратит внимания. Сделает себя так, как будто он ее не видит. Верно, к сожалению. Мы можем в этом увидеться. Тет. ВЕ ГЕР ЛОТИЛХАЦ. ГЕР имеется в виду Пришелец. То есть, необязательно человек, принявший иудаизм, хотя тот тоже, в общем-то, приравнивается к неимущим, ибо чисто объективно, значит, есть определенные причины. Так, пьяный не пике их. Я думаю, что нет. Что-что? Пьяный. Вопрос задан в чате. А. Пьяный. Есть другие слова. Ну, пьяный, конечно, не пике их. Он теряет. Есть такое слово, как бы страдательный залог, называется, как это, глагольное существительное, мэфуках. Вот мэфуках – это человек, который, как бы, мэфуках. Человек, который бдительный, который стоит, у которого дают шах, а то он как бы мэфуках. Так, понятно. Значит, гер – это, может быть, и не обязательно герцедек, что я описывал, но это может быть и гертошав, то есть человек, принадлежащий к чужому народу, который поселился среди евреев. Так вот, лотилхац – это давление, то есть не оказывая на него давление, ни психологическое, ни экономическое. Ведь знаете вы душу пришельца, кигерим, ге и тем, ибо пришельцами были вы, ба эрец Митраем, в стране египетской. Да, хочу, если можно добавить, вот в современном иврите это тоже очень распространенное слово. И в страдательном залоге это тоже очень хорошее. И так, и так, когда человек говорит, аль тилхацалай, то есть как бы не дави на меня, это то, что по-русски типа не дави на психику. И то, что человек, который как бы входит в какую-то панику, ему говорят, аль тилахец, то есть как бы не… Поэтому тилхац – вот здесь это сто процентов. Ну, есть выражение лахацавир – это давление атмосферное, есть выражение лахацдам – давление крови. Да, 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 конечно, да. Вот, и, скажем, одно из требований, которые иногда пишут в объявлении, требуется, да, умение работать тахат лахац. Мацавый лахац, это называется, да, мацавый лахац – это типа в экстремальных ситуациях, да. Форс-мажор, да. Да, да, да. Собирать, что такое тву-а – это урожай, урожай ее, земли. Ве-а-шви-ит, а седьмой, имеется в виду год, да. Ти-ш-мэ-тэ-на, что такое шмита – это седьмой, каждый седьмой год. По закону земля должна отдыхать, причем у всех земледельцев синхронно. Вся земля Израиля должна набираться сил. Это седьмой год, год шмита, год, так называемый, субботний. Вот, слово шмита, что еще означает? Аннулирование. Аннулирование. То есть время мне вылезало, что, как вы думаете? Лейтенант Шмитт, конечно. Ну, на самом деле, я не могу утверждать, что нет зависимости, может быть, она и есть. Почему у лейтенанта именно такая фамилия? Так. У-не-та-ш-та, и оставь ее, и забрось ее. В-э-а-халу, ой, извините, э-в-йон-эй-а-мэха, и будут кушать бедняки народа твоего. В-а-и-трам, но слово и-трам, казалось бы, от слова йотер, но здесь другой корень. Здесь слово трума. Что такое трума? Добровольное пожертвование. Есть известная история, да, как спрашивает, скажем, ну, не знаю, сержант рядового Тарам-тадам, да, что это значит? Сходил, да, значит, пожертвовал ли ты кровь, да, то есть дал ли ты кровь для нуждающихся. Дал кровь. Так, в-а-и-трам, то-халь, хаят, а-саде. Будут есть, что такое хая, от слова хая. Животные, полевые звери. Животные какие, полевые, звери полевые, да. Отсюда делается интересный вывод. Как звери едят, не отделяя десятину, так и бедняки в седьмой год не должны отделять десятину. Кен та асе ле кармеха. Также так ты делай для керем, это виноградник твой. Ла зайтеха, зайд это маслина, так. Шэшет ямим, шесть дней та асе ма асеха. Делай дела твои, ово йо ма шви, а в день седьмой тишбот. Покойся, тот же корень, что в слове шаббат, и близкий корень в слове йошев. Кроме того, есть слово швита, которое означает забастовка, то есть отказ от работы. Значит, седьмой день. Ла ман я ну ах, что такое ла ну ах, отдыхать. Чтобы отдохнул шор ха, твой бык, в хамор ха и твой сел, ва и на феш бен а мат ха. И, опять же, отдохнул но феш, это отдых. Сын рабыни твоей, в ха бер и фришелец. Поскольку они зависят от тебя, да, ты не должен заставлять их работать, даже если речь идет о неевреях. У вихоль ашер аммарти алейхэм, и во всем, что я говорил вам, тиша мэру, соблюдайте это, храните это, вешэм элухим ахэрим, и имя богов чужих, других народов, лор тазкиру, не упоминайте. По этой причине, например, многие места, названные именами чужих богов, да, были евреями переименованы. Ло йишмор, а, извините, ло йишама аль пиха, не будут услышаны буквально на устах твоих. Шелош регалим, три, буквально регель, это нога. Множественное число от слова регель мы используем в течение его двойственное число, роглаим. Даже если речь идет, например, о кошке, у которой арба роглаима, да, хотя слово роглаим предполагает две ноги. Ну, есть такая тенденция в современном иврите, что двойственное число используется вместо множественного и заменяет его. Но есть множественное число, арегалим, да, но используется оно именно в этом значении. Шелош регалим, это не три ноги, а три праздника паломничества. Паломник, это тот, кто идет в святые места, вот, именно идет пешком, потому что мы сейчас увидим, в чем заключается этот закон. Итак, три праздника паломничества, это имеется в виду, какие праздники, сейчас мы тоже увидим. Та хог и башана. Празднуй мне в году. Эль хаг га мацот, праздник опресноков, праздник мацы, мы называем его Песахом. Ти шмор, соблюдай, охраняй, шиват ямим. Семь дней, то халь мацот, кушай опресноке. Ка ашер цивитиха, как я велел тебе. Ле моэд ходеш аавив. Ко времени, месяца, слово авив мы обычно переводим как весна. Тель авив, это холод весны. Но дает примечание Раши, месяц авив, буквально месяц колоссиев, то есть месяц, в котором хлеба наливаются в стеблях своих. И пишет он авив, производит он от слова ав, быстро созревающий и раньше всех приносящий плоды. Вот как интересно. Мы знаем с вами, что, ну вот, например, в книге Рут рассказывается, что собирала она сначала ячмень, и это было в месяце Ниссан, а потом собирала она пшеницу, это уже относится к месяцу Сиван. И это связано с двумя праздниками и с периодом между ними, о котором мы сегодня говорить не будем. Итак, авив, это не только весна, но и месяц колоссиев, месяц, когда они колосятся. Ки во, потому что в нем, в этом месяце, яцато ты вышел, мимец Раим из Египта. Вело Ерау, и не будете видеть, да, значит, здесь корень Раарыш, Алиф и Гей, который выпал, Панай, лицо мое, и интересное слово Рейкам, от слова Рейк, пустыми, то есть с пустыми руками, то есть приходите в храм на праздники паломничества, да, с чем? С определенными приношениями, которые тоже, в общем-то, постулируются. Интересно, что вот это вот слово, да, некоторые, в некоторых группах, в некоторых общинах читается это слово как Райком. Да, что-то напоминает нам звучание. И праздник буквально, что такое кацир? Жатва. Слова, которые вам знакомы, бекицур или бекицир на идиши, да, короче, короче, склифосовский, да. Лекацер укорачивать, кацар короткий. Значит, месяц, извините, праздник жатвы. Бекурэй, маасэха, бикурим, это первенки, первые плоды, маасэха, это дел твоих. Ашер тизра, которые ты будешь сеять, басадэ, в поле. Вехаг хаасиф, и праздник, асиф, это сбор урожая. Бецэта шана, на исходе года. Да, какие праздники причислены? Песах, шавуоб, и, сами понимаете, сукут. Бе ас пе ха, когда будешь ты собирать, эт маасэха, дела твои буквально, мин гасадэ споля. Шалош памим бешана, три раза в году, ера э коль з хурка, будет виден, то есть покажется, каждый захор, захор, захар, это мужского пола, то есть каждый мужчина, каждый человек мужского пола. Эль панай, к лицу моему. Так, га адон га шэм, то есть господина, господина Всевышнего. Лот тиз бах, зевах, это зарезание, как правило, жертвенного животного, не резь жертвенного животного. Аль хамец, то есть буквально на хвостном. Дам зивахи, кровь моих жертв. Вело ялин хелеф хаги. И не ла ялин, это от слова ла лун, оставлять на ночь, ночевать. Отсюда слово малон, гостиница. И отсюда воровская малина, то есть место ночевки. Так, ло ялин хелеф, хелеф это буквально тук, то есть жир внутренний. Хаги здесь не имеется в виду праздник, а имеется в виду праздничная жертва. Ад бокер, то есть до утра. Это правило относится к пасхальной жертве. Мы знаем, что ее следует съесть до полуночи. А то, что не съедено, надо сжечь. Рэшит бикурэй ад матха. Чуть-чуть по поводу вот этого закона. Вот эти слова один к одному повторяются в Торид Кришды. Единственная фраза, которая повторяется трижды. Ну, есть фраза «Сказал Бог Моисею». Вот она вводит очередную порцию законов. Но бывает закон, изложенный в двух местах. Но текст немного отличается. И вот из этих отличий выводится деталь закона. Но вот конкретно эта фраза встречается ровно три раза. И отсюда делается вывод о трех запретах. Что это за запреты? Сейчас говорить вам не буду. Скажу только о прямом смысле самой этой фразы. Значит, бишуль выясняют мудрецы. Имеется в виду не только варка в воде, хотя в первую очередь это. А термическая обработка, это может быть и жарка, и запекание. Где это детеныш мелкого рогатого скота? Это может быть козленок, а может быть и барашек. Халав тоже выясняется, что это не слово хелев, которое вот только что у нас тут мелькнуло. Хелев – это нутряной жир, а халав – это молоко. Здесь имеется в виду именно молоко, точнее все молочные продукты. На самом деле почти все Аллаха разбирает, какие исключаются. И ему, матери его, не имеется в виду конкретно мать. Это может быть не только неродственник, но и даже молоко другого вида домашнего скота. Например, запрещено варить баранину в коровьем молоке, хотя корова уже точно ему не родственница. Вот это напрямую, что говорит этот запрет, а что Аллаха из него выводит – это отдельный разговор. И не анухи шолеях малах. Вот я посылаю малах, это ангел. Это говорит сивы, точнее, лефанеха пред тобой, лишь морха охранять тебя ба дарех, в дороге. Значит, чисто лингвистические два замечания. Ба дарех, а не дэрех, потому что из-за ударения цегол переходит в камац, такое бывает. И лишь морха – это камац катан, то есть камац, который читается о, потому что это безударный закрытый слог. То есть после него идет шва, шва под буквой рэш. Вот поэтому слог звучит как морх. Охранять тебя в дороге. Ве ла ха ви а ха – и привести тебя. Ба пришел, гэ ви привел. Ха – это тебя. Э ла маком вместо ашер ха хи ноти. Вот такое странное слово. От эхин – приготовить, который я приготовил. В современном иврите мы сказали бы эханти. То есть к месту твоему назначения. Ги шамер нипанав – остерегайся пред ним. То есть не думай, что если меня нет в вашей среде, я посылаю ангела, то вы можете считать себя свободными от моих заповедей. У шама беколо – и слушайте голос его. Аль тамер – слово тамер. Давайте посмотрим. Так, аль тамер. Так, аль тамер. Хэ мар – ле хамер. Делать жизнь горькой. От слова мар. Мар или даже марор. Так. Не делай, не огорчай бо, не огорчай его. Ки ло и са ла фиш а хэм. Слово пэша – это ваши грехи, ваши преступления. Он не понесет ваши преступления. Он не простит их. Ки шми бекир бо. Потому что имя мое буквально в среде его. То есть этот ангел, мой посланец, говорит Всевышний, он исполняет мое приказание. Ки им шамоа тишма, ибо если ты да будешь слушаться беколо, голоса его, ве асита, коль ашер адабер, и будешь делать то, что я говорю, подчеркивая Всевышний, я. Ве аявти эт ойвеха. Что такое аяв? Это тоже, конечно, в слове оев. Оев – это враг. Ойвеха – враг твой. Интересно, что в смехуте, множественное число, враги звучат как ойвей. Вот так. Эт ойвен. И буду я врагом вашим врагам. Ве царти. Отсюда идиское слово цорес. Царот. Цар – это буквально узкий. Интересно, что в корне, корень слова Мицраима. Египет тоже отсюда. И буду сужать их, буду делать узким. То есть буду. Эт ца цора рейха. Тех, кто цорер, то есть делает вам узко, я буду им делать узко. То есть кто делает плохо вам, я буду делать плохо ему. Ки елех мал ахи. Слово ки в данном случае мы переведем как когда. Пойдет мой ангел Лефанеха пред тобой. Ве ге ви аха и приведет тебя. Эль ха эмори к эморейцам. Ве ахиди ик хитейцам. Ве га паризи ик в пейзеям. Ве га каннаани ик хананеем. Пардон, извините. Га хиви хивеем. Ве га евуси евусеем. Перечисляются ханаанские народы, так называемые. Этот набор весьма разнообразен. Обычно перечисляется семь ханаанских народов. Иногда бывают добавки, иногда их меньше. Все зависит от того, в каком контексте. Иногда перечисляются только народы, которыми придется воевать. Иногда только те народы, которых придется истреблять. Иногда все народы землями, которых ты должен обладеть. Вот, например, эти евуси. Маленький народ. Евуси. Которые владели, в частности, каким местом? Кто знает? Иерусалим. Иерусалим, Иерусалим. Иерусалим, Иерусалим. Да, верно, да. Иерусалим, Иерусалим. Был город Евусеев. И вот место для храма Давид купил у этих Евусеев за полную стоимость. Так, Вега, Ве, извините, Вегик, Хад, Кив. Так, посмотрим. Так. Гихихид уничтожать, истреблять. Вот. И истребишь их. Ло, Тишта, Хаве. Не поклоняйся. Вот такой специфический глагол. Ла, Элогейхем. Их богам. Вело, Та, Авдем. И не работай им буквально. Не служи им. То есть не совершай тех действий, которые считаются поклонением конкретно этим богам. Вело, Та, Асэ, Кма, Асэйхем. И не делай по делам их, как делали они. Ки. Но, в данном случае, Ки. Га, Рэс, Те, Гар, Сэм. Но разрушь, обязательно разрушь. Разрушением разрушь. Вешабер, Тишабер. И сломай, разбей. Ма, Цево, Тейхем. Слово Ма, Цева. Используется и в еврейском быту. Это надгробие буквально. На кладбище. Но здесь имеется в виду памятники. Есть объяснение, чем отличаются жертвенник от памятника и так далее. Есть вертикальные камни. Есть камни, лежащие грудой. Есть алтарь, на котором режутся жертвы и так далее. Так вот, эти ма, Цево. Ну, буквально памятники, наверное. Ты должен и истребить. В, А, В, А, Д, Тем. Если можно, да, секунду. Вот, мне кажется, слово вот этим, А, Цево, это от слова... Ну, короче, смысл Я, Цево. Я, Цево, это то, что стоит. По-русски, да. Обелиск, это от слова, наверное, совершенно не этого. Слово типа белить, наверное, то, что видно издалека. А в ноябрике ма, Цево, это стопроцентно то, что стоит капитально, и то, что видно издалека, и то, что как бы... Ну, по-моему, так, да. Да, да, да. Ма, Цево, это вертикальные какие-то отметки. Интересно, что вот эти все на ЦИФ, например, на ЦИФ, это должность высокополицейского. Не знаю, начальник округа типа этого, да. А вот, например, управление государственное по чему-то называется, например, на ЦИФУД. Это все, я думаю, тоже от этого же... Это что? Да, да. Это получается презентативно и надолго, да. Понятно. Ве-Я-ЦИФ, да? Да, да, да. Мет-Ве-Я-ЦИФ, когда говорят имет-Ве-Я-ЦИФ, да, вот именно, да, 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 да. Типа как АМЕН, да, вот такой синоним. Да. Ве-А-ВА-Д-ТЕМ, и будете служить, буквально работать, ЭТ-АШЕМ ЭЛ-УКЕХА, Богу Всевышнему Вашему, У-ВЕ-РАХ ЭТ-ЛАХ-МЕХА, и благословит, имеется в виду Он, ЛЕХЕМ, хлеб твой. Ве-ЭТ-МЕЙ-МЕЙХА, попробуйте угадать это слово. ВОДА, 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 ВОДА. Конечно, ХАИМ, да, МЕЙ-МЕЙ, это СМЕХУТ, ХА, ТВОИ, ИТВОЕВОДЫ, ВЕГА-СИРОТИ, да, ЛЕГА-СИР, УНИЧТОЖАТЬ, ВЫВОДИТЬ, ИСТРЕБЛЯТЬ, Отсюда, наверное, слово СИРОТА. У меня такое впечатление, да? МАХАЛА МИКИРБЕХА. МАХАЛА – это болезнь, МИКИРБЕХА – из среды ТВОЕЙ. Это обещает Всевышний. ЛОТИЕ МЕСАКЕЛА. Не будет бесплодной, то есть неспособной родить. ВЕ АКАРА. АКАРА – это, по-моему, та, которая недонашивает плод. То есть имеется в виду досрочные, да, досрочные роды, да? БЕ АРЦИХА – в стране ТВОЕЙ. ЭТ МИСПАР ЯМЕХА – то есть число дней ТВОИХ. А-МАЛЕ – сделаю я полным. То есть продлю жизнь, да? Даже не продлю, а просто имеется в виду, что вот то количество лет, дней, которое тебе суждено, да, не будет уменьшено в результате какого-то наказания. Такое тоже может быть. ЭТ ЭМАТИ АШАЛАХ ЛЕФАНЕХА. ЭМА – это страх ужас. Страх мой, АШАЛАХ, я пошлю предо мною. ВЕ ГА МОТИ ЭТ КОЛЬ ГА АМ. И так, АШАР ТАВО БАГЭМ. И наведу ужас на весь народ, на каждый народ, который я приведу в него, то есть вас приведу на него. ВЕ НАТАТИ ЭТ КОЛЬ ОЙ ВЕХА ЭЛЕХА. И ДАМ, то есть предам всех врагов твоих ТЕБЕ. ОРЭФ. Слово ОРЭФ, может быть, кто-то вспомнит, да, где используется, в каком выражении. Я даже знаю, что скажет Натан, но не это я имею в виду. Натан догадался, да? Ну, думаешь. Значит, слово ОРЭФ, это иногда переводится как затылок, иногда переводится как шея или выя. АМ КАШЕ ОРЭФ, народ жестоковыйный. Перевод – это народ, который не слушается моих наказаний, моих намеков, не понимает, что я ему хочу сказать, говорит Всевышний, да, или даже поворачивается жесткой шеей, то есть отворачивается от тех, кто хочет дать ему добрый совет, да? А, значит, КШЕ ОРЭФ жестоковыйный. Вот. И есть вероятнее ПИКУД ГА ОРЭФ – это служба тыла. То есть ОРЭФ как тыл – это именно затылок. Тыл и затылок однокоренные в русском, да? А, да. Вот так, да. Но здесь идёт, что врагов твоих он обратит тебе тылом. То есть, грубо говоря, ты зайдёшь к ним даже как бы сзади. То есть тебе удастся напасть на них с тыла, да? Так что они будут неподготовлены к этому. Ну, либо они побегут от тебя, и тогда ты увидишь… Да, 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 да. И такое возможно, да. ВЕШЕЛАХТИ ЭТ ГА ЦИРА И ПОШЛЮ Я, что такое ЦИРА, обычно это переводят как осы или шершни, насекомые жалящие, да? ЛЕФАНЕХА ПРИД ТОБОЙ ВЕ ГЕРША ЭТ ГА ХИВИ И ПРОГОНЮ ЛЕГА РЕШ – это изгнать отсюда ГЕРУШИН, развод. Значит, ХИВЕЙЦЕВ ЭТ ГА КНААНИ ХА НАНЕЙЦЕВ ВЕТ ГА ХИТИ ИХИТЕЙЦЕВ МИЛФАНЕХА – от тебя пред лицом твоим. ЛО АГАРШЕНУ МИПАНЕХА – НЕ ПРОГОНЮ ИХ от лица твоего БЕШАНА ЭХАТ – в один год. ПЕН – чтобы не ТИГЬЕХА АРЫТ ШМАМА – чтобы не стала земля пустынной. ВЕ РАБА – АЛЕХА – и умножаться на ней ХАЯТ АСАДЕМ. ЗВЕРИ ПОЛЕВЫЕ – МЕАТ – МЕАТ – потихонечку, понемножечку. АГАРШЕНУ Я – изгоню ИХМИ ПАНЕХА – от лица твоего, от тебя. АД – АШЕР – ТИФРЕ – пока не ТИФРЕ – от слова ПРИ – от слова ПРОТ. Пока не дашь потомство, пока не размножишься. ВЕ НАХАЛТА – это АРЭЦ. НАХАЛА – это земельный надел. И УНАСЛЕДУЕШЬ землю. ВЕ ШАТИ – ЭТ ГВУЛХА. Так, я посмотрю, включил я это слово снова. ВЕ ШАТИ – да, я посмотрел. От корня ШИТ или ШОТ КЛАСТ – УСТАНАВЛИВАТЬ. Объясняет Раши, с точки зрения грамматики, должно быть ШАТАТИ, но ДЕГЕЖН БУКВЯ ТАВ – означает уже ее удвоение. ЭТ ГВУЛХА – И УСТАНАВЛЮ Я – ГРАНИЦУ ТВОЮ, МИЯМСУВ ОТ МОРЯ КРАЙНЕГО ВЕ АД ЯМ ПЛИШТИМ ДО МОРЯ ФИЛИСТИМСКОГО. У МИМИДБАР И АТ ПУСТЫНИ АД ГА НАГАР ДО ГАРЫ. КИ АТЕН – КИ ЭТЕН. Простите, А ДО ГАРЫ или ДО РЕКИ? ДО РЕКИ. Ой-ой-ой-ой, что же я говорю? Конечно, НАГАР, РЕКА, конечно. Ой, извините, да. Посмотрел НАГАР, да, понятно, откуда ошибка, да? ИБО ДАМ Я В РУКУ ТВОЮ, ЭТ ЙОШВЕЯ АРЕС, ТЕХ, КТО СИДИТ НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ, ОБИТАТЕЛЕ ЗЕМЛИ, ВЕ ГЕРАШ ТА МО, И ИЗГОНЮ ИХ, МИПАНЕХА, ОТ ЛИЦА ТВОЕГО. ЛОТ ИХРОТ ЛАХЕМ, что такое? КОРЕТ, это имеется в виду не отрубление, а ЛИКРОТ БРИТ, заключать союз. То есть, не заключаясь с ними, ВЕ ЛЕЙЛОХЕЙХЕМ, и с богами их БРИТ, союз, ЛО ЕШВУ БААРЦХА, не будут они сидеть в стране твоей, ПЕН ЯХАТИУ, чтобы не привели они тебя к греху, ОТ ХА ТЕБЯ, ЛИ, для меня, КИ АВОД ЭТ ХАЭЛУХИМ, ЭТ ЭЛОХЕЙХЕМ, в том, что будешь ты, не дай Бог, служить богам им, КИ ИГИЕЛХАЛАМОКЕШ, и это будет теперь буквально за поднёй. Вот недельная глава и новые слова из неё. Так, а теперь давайте немножечко посмотрим песенку Шушанат Яков. Так, я делаю, я займу ещё минуты две-три, да? Да, нет проблем. Так, я делаю новую демонстрацию, да? Показываю вам песенку, песенку, которая печатается иногда в Мегилат Астер, можно её найти и в Сидуре, песенка Шушанат Яков, точнее, это текст, текст пьюта. Шушанат Яков, буквально, Лилия Израиля, здесь обыгрывается название города, город Шушан. Иногда Шушана переводят как лилия, иногда как роза, потому что эти цветы путали, как ни странно. Итак, Лилия Якова, Цахала, смеялась, Ве, Самеха, и радовалась, Бир, Оттам, когда видели они, Яхад, имеется в виду, евреи, вместе, Тхелет Мордыхай, слово Тхелет означает и цвет, и краска, и материя, окрашенная в этот цвет, и это слово мы встречаем, где? Ну, где-то, Тхмай, ну, третья часть, да, где-то. Аканав, да, Тхелет, нить, теневые, да, это такой насыщенный, голубой цвет, да, Тхелет Мордыхай, это слова из последней, из, нет, не обязательно последней, наверное, ну, во всяком случае, из конца Магилат Эстер, где описывается триумф Мордыхая, когда он выходит и описывается его наряд, вот, и, в частности, упоминается там Тхелет, да, Тшуатам, Тшуа, это как, Ешуа, спасение, избавление, и избавлением, Иха, ита, был ты, ланецах, навсегда, ве, тиква, там, и, тиква, надежда, и надежда их, бехоль дор ва дор, во всех поколениях, лего дия, чтобы, чтобы, дать знать, чтобы оповестить, шеколь, ковеха, что всякий, полагающий, полагающийся на тебя, тот же конец, что в слове тиква, ковеха, ло, евошу, ло, евошу, это не постыдяться, да, не, не, не будут сожалеть о том, что положились на тебя, вело екалему, да, екалему, минуточку, минуточку, да, да, не хлам, клема, клинца, буша у клема, да, да, буша, да, буша, ланецах, вечно, коль, а хосим, а хосим, те, те, кто ищут защиту, находят защиту, бах, в тебе, арур гаман, проклят гаман, ашер бикеш, ле абди, который просил, который требовал, который задумывал, уничтожить меня, ле абет через алеф, барух мордыхай, благословен, мордыхайга, иуды, да, назван он этим словом, егуди, хотя он был не из колена, иуда, из колена бендемина, арура зереш, проклята зереш, эшет мафхиди, жена того, кто пугал меня, кто страшил меня, ужаса моего, бруха эстер, благословенный эстер, ба адди, буквально ради меня, то есть, понятно, да, арурим коль аршаим, прокляты все злодеи, барухим и коль хацадиким, благословенные все праведники, вегам харбона, азахур литов, и также харбона, доброй памяти, будет воспомнен к добру, вот такая песенка, есть несколько мотивов, которые вы можете послушать, в частности, по ссылкам, ссылкам, которые есть здесь, вот, или можете сами найти, вот, вот такую песенку, значит, это слова пьюта, которые традиционно читаются после чтения Магилат Эстер, ну, вот, принято его петь, распевать, напулем, с наступающим праздником, уже идет месяц Адар, вот сейчас наступило третье число, вот, праздник в воздухе, и дай бог, с этим праздником закончатся наши неприятности, и начнется наше избавление Шу-А-Тену. Вот так. Ну, слегка, а кто автор пьюта? Хороший вопрос, есть комментарий, вот, по одной из этих ссылок, я, честно говоря, не помню. Да. Посмотрите. Вы сможете? Хотите, я поставлю это на чат? Поможет это? Да. Можно. Да. я скопирую, да, это можно сделать, иначе вот этот файл целиком есть в нашей группе в Телеграм. Так. Так. Что я сделал? Я, ага, вот он чат, так. Так. Нет. Поставил или не поставил? Да, поставил. Да. Вот, посмотрите. Так. Еще один важный вопрос. Если есть среди тех, кто сегодня заходил ко мне на урок, новички, те, кто пришел, мне было бы очень важно знать, насколько урок соответствовал вашим ожиданиям, да, и чем я еще могу быть вам полезен. Окей. А у нас был новый человек, он нам в чат присоединился тоже, но он ушел, я думаю, что может быть он не слишком поддался. дай бог придет еще раз. Нет проблем. Ладно, всем большое спасибо. Дагамур. Все, все. Не ходите еще. Спасибо. С Новым месяцем, да, и с наступающим праздником. Да, окей. Игорь Негода. Игорь Негода.